Пекин поддержал реформу совбеза ООН. КНР упрощает платежные операции для иностранцев. Поднебесные набирают популярность морские круизы. Эксперты обсудили сотрудничество между Китаем и Узбекистаном на конференции в Ташкенте. КНР и Сьерра-Леоне расширят взаимодействие в рамках программы «Один пояс, один путь» и китайской инициативы по глобальному развитию. Такой план вошел в совместное заявление, которое подписали лидеры двух стран по итогам переговоров в Пекине. Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био встретился с председателем КНР Си Цзиньпином во время пятидневного официального визита в Поднебесную. Главы государств объявили о взаимной поддержке в сфере выбора направлений национального развития. Лидеры договорились расширять гуманитарное, политическое и торгово-инвестиционное сотрудничество. Сьерра-Леоне поддерживает всеобъемлющее стратегическое партнерство с КНР уже восемь лет. Все это время африканское государство участвует в инициативе «Один пояс, один путь». Недавно его власти подписали с китайской компанией контракт на строительство моста. Китай приветствует устойчивые преобразования в Совете Безопасности ООН, которые усиливают влияние развивающихся стран. С таким заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с сопредседателями межправительственных переговоров по реформе Совбеза. Глава МИД подчеркнул, на фоне нестабильной международной обстановки все страны ожидают, что Совет Безопасности будет поддерживать мир и безопасность на всей планете в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Собеседники министра выразили признательность Китаю за поддержку работы организации и многосторонней модели международных отношений. Сопредседатели переговоров добавили, что готовы расширять консультации с Пекином и другими членами ООН по вопросам реформирования Совбеза. КНР запускает новые меры, которые облегчат работу иностранцев с платежными системами на территории Поднебесной. Об этом заявил глава Народного банка Китая Пань Гуншен на совещании по оптимизации услуг. Нововведения упростят операции с зарубежными банковскими картами, наличными деньгами и мобильными сервисами. Например, в глобальной версии китайского приложения Alipay появится возможность привязывать иностранные карты и расплачиваться по QR-кодам с помощью международных электронных кошельков. Создатели платформы заявили, что уже разрабатывают технологию, которая позволит гостям из-за границы оплачивать проезд в китайских автобусах и в метро. Два месяца назад круизный лайнер производства КНР впервые отправился в коммерческий рейс. Это стало огромным скачком для китайской индустрии морских путешествий. Все больше жителей Поднебесной выбирают такой вид отдыха. Особенно сильно спрос на него вырос на каникулах в честь праздника весны. За первые два месяца лайнер перевез почти 45 тысяч пассажиров. Рекордным стал новогодний рейс. Билеты на него купило более 4,5 тысяч человек. Морские круизы начали набирать популярность Поднебесной менее 20 лет назад. Тогда итальянский лайнер впервые зашел в шанхайский порт. Теперь у КНР появился собственный 16-этажный город на воде. Его строительство стало стимулом для развития всей производственной цепочки в индустрии. Развитие круизной индустрии повысит уровень подготовки профильных специалистов на китайском рынке труда и откроет больше возможностей для их трудоустройства. По предварительным оценкам, к 2035 году отрасль может принести национальной экономике более 500 миллиардов юаней. И хотя международные компании занимают уверенные позиции на этом рынке, Китай уже готов составить им конкуренцию. Узбекистан и Китай. Продвижение взаимовыгодного сотрудничества на благо народов двух стран. Конференция на эту тему собрала в Ташкенте ведущих аналитиков, представителей бизнеса и органов власти. Мероприятие организовал Международный институт Центральной Азии совместно с посольством КНР. Узбекистан активно участвует в совместном строительстве «Отим пояс, один путь». Поддерживает китайские инициативы, глобальные инициативы о развитии безопасности и диалога цивилизации. По итогам прошлого года Поднебесная стала главным торговым партнером Узбекистана. На нее пришлось около 20% от общего объема импорта и экспорта Центрально-Азиатского государства. Двусторонний товарооборот увеличился за год в полтора раза, превысив 13,5 миллиардов долларов. За ближайшие пять лет Пекин и Ташкент планируют довести его до 20 миллиардов. Субтитры создавал DimaTorzok